Ангелина, расскажи, чем ты занимаешься и почему вообще Шура зовет тебя в гости. Это, блин, звучит странно, да? Где этот потолок? Потолок у нас в голове. Визжение, как физкультура. Да, если нам что-то там танцуют. На каблуках просто пашут. Да хрень собачья это все. Я пришел на занятия, купил себе каблуки. Стань за стол, ты наказана. I don't know who is it. Блин, офигеть. Рука, нога, музыка. Петчонки, давайте, пожалуйста. Мне нужно, чтобы вы сейчас сделали хорошо. Какого хрена там по жопе треснуть? Деньги. Как минимум звучит логично. Вот и буду жить со своими танцами. You're wonderful. Вы идете в следующий этап. Мы с ним в первый день пошли на свидание. Сразу же, когда... Нет, не сразу. То есть мы сначала познакомились, разобщались. Мы просто были, ну... На связи. Просто на связи, да. То есть вот человек, который ставит нам постановку, а я просто девушка, которая к нему обратилась. Вот. И я ему понравилась. Он мне тоже понравился, но я ему об этом, естественно, никому вообще не говорила. Не, ну, конечно, это же ненормально. Как-то я покажу вид, что он мне понравился. Вот. А на тот момент у меня был парень. Но у нас было все плохо. Ну, то есть у нас уже все... Подстилку положила себе сейчас такая. Да, давайте там. Наспигачьте уже комментарии. Да, мы знаем, что вы любите. Ну, короче, мы уже почти расстались. Вот. И Авова знал, что он есть. А Вова очень культурный человек. И он спросил у своей... Ну, у нашей подруги. Он говорит, слушай, вот у Ангелины есть парень. Я вообще не знаю. Она мне понравилась. Как там стоит, куда-то пригласиться или нет. И вот подружка Катя сказала, ну, у них там вообще все на ноле. Ну, типа, приглашай. И он меня пригласил в кафе в первый день. Мы с ним поехали. Сначала в одно заведение. Много очень разговаривали. Потом во второе, потом в третье. И потом он меня провожал домой. Мы с ним поцеловались. С этого момента мы больше не расставались. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет. Меня зовут Шурапей. Это Закод Подкаст. И традиционно мы собираемся для того, чтобы познакомить вас с яркими, харизматичными людьми. Сегодняшний выпуск не исключение. Я говорю это каждый раз. Возможно, вы даже уже устали или наоборот привыкли к моей подводке. Сегодня у меня в гостях очаровательная Ангелина Петруаева. Ангелина, привет. Привет. Ангелина, будем знакомиться, потому что понятно, что мы знакомы давно. Но я прекрасно понимаю, чем вы занимаетесь. Но для зрителя неподготовленного, который, возможно, где-то сейчас нас смотрит, такой, блин, Ангелина, расскажи, чем ты занимаешься и почему вообще Шура зовет тебя в гости. Я педагог-хореограф. Учу людей танцевать. Моё основное направление – это high heels. У меня есть свой проект Single Ladies. Это ежегодные мастер-классы и кемпы от иностранных педагогов и от топ-педагогов в Беларуси. Это мы все говорим исключительно про танцевальное направление, да? Да, да, да. Это чисто танцы. Давай разбираться по порядку. Что такое хореограф? Вроде всем понятно. Ну, с большего там... Ну, я вот так, не настолько. Но ты сказала high heels. Я правильно говорю, да? Вот давай разбираться, потому что я понимаю, что это какое-то отдельное направление. Ну, опять же, я такой, мне чуть-чуть знакомо, но не совсем. Для простых обывателей. Для простых обывателей. Смотри, да. Я сейчас скажу просто пример. Все, наверное, видели клип там Бьонсе, там Джей Ло, да? Наверное. Сто пудово. Да. И там, например, вот есть клип Бьонсе Сингл Эдис. Она танцует. Сингл Эдис? Да, да, да. Она танцует, да. Просто какой-то танец на каблуках. Вот все. И тоже можно сказать, что это хиллс. Были какие-то предпосылки? Я понимаю, что там у каждого танца есть история. Словно там хопперы гордятся тем, что это пришло из улиц. Вот какая история основания вообще? Это что, посмотрели клипы, все-таки, блин, отдельный стиль. Ну, вряд ли так же было. Смотри, изначально было такое направление гоу-гоу. Угу. Ты знаешь? Да, мы знаем. Я раньше танцевала гоу-гоу, то есть это было достаточно популярное направление потом. Есть такой хореограф Энди Джей. I don't know who is it. Ну да, ты не знаешь. Конечно. Я думаю, что мало кто знает. Она сама танцует хип-хоп, вот, и она сочинила хореографию хип-хоп, но она была каблуки. И это получился хайллс. Это взорвало? Это, типа, был какой-то прикол? Типа все такие, оп, это что-то новое. Это что-то новое, да. То есть, грубо говоря, хип-хоп на каблуках. Ну, круто же, круто. Но, то есть это можно считать молодым направлением? Да, 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 да. Это молодое направление. Хорошо, говорим тогда в Беларуси. Насколько сейчас это развито? Насколько это популярно? И насколько востребовано? Сейчас это, мне кажется, самое популярное направление. Вау. Да. Это прямо вообще супертоп. У нас группы просто разрываются. Все хотят, девчонки, танцевать хайллс. В нашей стране хайллс направление появилось где-то в 2013-2012 году. Опять же, кто, это ты, что ли, все затеяла? Кто все это к нам притащил? Я преподавала изначально гоу-гоу направление. Мы начали подсматривать в Штатах, в России, на Украине начали танцевать в такое направление хайллс. У нас еще такого не было. Меня это заинтересовало. Я начала переименовывать группы. То есть сначала я набирала группы, например, по гоу-гоу, потом я начала набирать группы по хайллс. Тогда вообще никто не знал, что такое за направление. То есть мы даже писали гоу-гоу слэш хайллс. Чтобы понятно было. Да, да, да. Я начала ездить, учиться у иностранных педагогов. Начала организовывать классы здесь, в Беларуси, чтобы самой прокачиваться и, в принципе, развивать это направление у нас в Беларуси. Ну, а ты цель какую преследовала изначально? Просто я вот, мне нравится, я типа еду? Или такая, я сейчас всему научусь и начну делать бабки на это? Нет, цель была, я хочу танцевать. Я хочу сама учиться танцевать. И в какой-то момент опыта стало настолько много, что просто куда это все деть? Я начала делиться. Опять же, возвращаясь к вопросу, что группы большие. Ты уже пояснила нам, что да, реально приходят, все хотят. Чего, где-то применять? Ну, типа, вот он главный вопрос. Ну, типа, вот я человек такой. Я просто так не пойду. Типа, что, я пойду просто так учиться? Типа, я ищу причину, да? Что я с этим буду дальше делать? Буду ли я выступать где-то? Буду ли я участвовать в конкурсах? Или меня возьмут там на постановку, я буду на заднем фоне на европейских играх там раскачивать, что-то делать? Какой путь дальше у этих людей, которые туда приходят? Ну, смотри, ты когда приходишь в спортзал, ты какую цель преследуешь? Сфоткаться в зеркало, типа, йоу, я такой загруженный, но нахожу время на тренировки. Ну, вот кто-то преследует цель, не знаю, там, снять условно там видосик в Инстаграм. Кто-то приходит просто после работы развеяться, покайфовать, потанцевать, разгрузиться. Кто-то мечтает стать педагогом. Кто-то мечтает, я не знаю, там, выступать на сцене. Ну, то есть у всех вообще разные цели. А вообще по поводу конкурсов, они существуют? Да. Как это происходит? Давай вот, чтобы мы представили себе в голове, что такое? Я пришел на занятия, купил себе эти каблуки, что-то там походил, ко мне приходит Ангелина и говорит, скоро соревнования, вот ты неплох. Смотри, а... И что там дальше происходит? Вообще это по желанию, естественно. У нас в школе так, у нас в основном, ну, любительский уровень, то есть у нас люди приходят танцевать просто потому, что они хотят танцевать. Они просто хотят научиться красиво двигаться, как-то провести, используя свое время. Вот, естественно, есть уже другие направления, там, у тренеров могут быть свои команды. Это если там сам тренер уже хочет как-то больше двигать там себя, там, свою команду, своих учеников, естественно, можно их готовить к чемпионату. И чемпионат у нас в Беларуси есть, да, достаточно много. То есть можно ставить номерочки, танцевать, соревноваться. Мы понимаем, соревнования, команды формируются на базе танцевальной школы. Да, 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 да. Опять же, возвращаемся к тому, что ты сказала, я хореограф, мы такие, что преподаешь, understand вроде. Теперь, что касаемо вашей школы, где это, что это, как оно появилось, как ты там появилась, короче, всю подноготную выкладывай. Ну, не вашей школой. Твоей? Не моей школой, это школа, это школа моего мужа Вова Патураева. Это большой танцевальный центр, самый крупный у нас в Беларуси. Эльгата-дэнс-центр, да, это просто гордость. Гордость за Вову и за студию. Вот, как я там появилась, да? Начнем с этого. Я познакомилась с Вовой. Надо рассказывать? Конечно, конечно, давай, доставай. Вот, вот пошли настоящие мои темы. Давай, семейно. Как познакомились с Вовой? Я с подружкой ездила на контракт в Китай. Кать, привет, да. Вот, после контракта я вернулась в Беларусь и поняла, что я хочу снова уехать. Я собрала такой коллективчик, вот, чтобы поставить здесь в Беларуси какие-то номера и потом улететь. Я обратилась к Вове. Получается, Катя была знакома, очень хорошо дружила с Вовой. Она говорит, вот, Вова, супер-пупер хореограф, там, супер-топ, только к нему обращаться. Я к нему обратилась, чтобы он поставил нам постановку. Ну, вот он поставил постановку. Я никуда не улетела. Вау, вы заобщались, короче? Да, да, да. Законнектились? Да, мы познакомились, мы друг другу понравились. Вообще, сразу же. А мы начали встречаться, вот, и всё. Пошло-поехало. На тот момент я танцевала гоу-гоу, получается, и хорошо танцевала. То есть я была на тот момент топовой гоущицей. Подтверждаю. Да, вот. Спасибо. И он говорит, слушай, давай, ты будешь преподавать гоу-гоу в школе. А я, ну, не имела такой опыт. На момент, когда вы познакомились, тебя отправили к нему, у него уже что-то было? Да, у него уже была школа, и я вначале была в роли ученика. То есть я приходила к нему учиться, к педагогам Эльга, там, вот, то есть это мой, Вова, получается, мой первый. Это, блин, звучит странно, да? Во всех смыслах. Вова мой первый. Поэтому, ну. Мой первый тренер в таких профтанцах. Слушайте, ну это же вообще классно, это же классическая история любого российского сериала, который, там, у меня мама смотрит, я такой, блин, как ты можешь встретить? Вау. Представляешь? Ну, это супер, супер сториз. Так, мы вообще там говорили про другое. А, так вот, я на тот момент была топовой гоущицей, и он предложил мне преподавать гоу-гоу в школе. У нас была, получается, Вика Юркова преподавала, но больше преподавателей не было по этому направлению. Мне было это интересно, но я немножко переживала, потому что я не знала. Ну, одно дело, ты танцуешь гоу-гоу, другое дело, нужно, там, придумывать какие-то хореографии, там, учить людей. Собственно, я начала преподавать гоу-гоу, учить девчонок танцевать. У меня сначала в группе было 5-6 человек. Дальше, получается, вот, хай-хиллс, направление хай-хиллс появилось в Америке, в России, на Украине. И все, я начала двигаться в этом направлении. На следующий год это уже, получается, был нью-гоу-гоу-хай-хиллс. И все, следующий год у меня, кстати, уже было в группе 30, 40, 50, и потом дальше только по нарастающим. Сразу меня интересует возрастное ограничение, какое есть, потому что, ну, это важно, правда, понимать просто, кто чаще приходит. Я, потому что у всех, все заложники картинки, да, вот этих инстаграмов и рилсов, что вот, смотрите, я вот так могу, а вот там свет сзади красивый, я вот так могу. Кто в действительности, ну, по-настоящему приходит? Есть какие-то возрастные ограничения, есть ли какие-то реально там медицинские противопоказания, я не знаю. Есть возрастное ограничение, это 16+, потому что направление достаточно такое откровенное. А, блин, я думал, мы вообще, ну, типа, будет в другую сторону, понял, 16+, это, типа, детям нельзя, да? Да, от 16 и старше, то есть это взрослая аудитория. Прикольно. Это состоявшиеся девушки, женщины. Как с фильмами, блин. Да, да, да. Хорошо, давай так, плюс 16 и минус 60, ну, нет такого? Нет, вообще ограничений никаких нету, это вообще, это любой может танцевать это направление, но вот единственное, что возрастное ограничение 16+. Хорошо, а когда ты начинаешь достигать какого-то уровня уже конкретно в этом направлении, есть какие-то левелы, да, там, ты переходишь, типа, пришел, у тебя начинающий, потом, типа, ты смотришь такая, ну, тебе уже все, тебе уже пора, там, идти дальше. Как вот этот процесс работает? Ко мне, например, ученики, да, пришли в начинающую группу, потом они переходят в продолжающую группу, потом, например, как у меня было, я вижу, что все, крутые девчонки, я их достаточно прокачала, мы можем двигаться дальше. Дальше я создала команду Girls Time Team, вот, потом мы с командой много тренились, участвовали в чемпах, снимали видосы. Дальше из команды девчонки, которые там прямо уже такие топовые, да, 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 которым прямо видно, что у них глаза горят, они поучаствовали в конкурсе Startup. Вот, у нас есть в студии конкурс Startup, это конкурс педагогов. И дальше, после этого конкурса Startup, в рамках студии, они стали педагогами Elgata Dance Center. Слушай, то есть это фактически как проекция системы университетов, да, где ты приходишь, учишься первый, второй, третий, там, условно, четвертый курс, и у тебя есть возможность, там, как, пойти в магистратуру, типа, да? Ну, типа того. А сейчас дальше идет, смотри, то есть, получается, мои ученики стали педагогами, а сейчас у них тоже начинающие группы, продолжающие, дальше они создают свои команды, дальше внутри их команд есть очень талантливые девчонки, которые тоже поучаствовали сейчас в конкурсе Startup, и они, получается, тоже стали педагогами студии. То есть, получается, я сначала была мамочкой своих учениц, а сейчас я даже бабушка, получается, потому что у моих учениц есть уже свои ученики, да, которые стали педагогами студии. Где вот эта высшая ступень, когда ты такой, ну вот здесь ты можешь дорасти вот до этого уровня, и больше тебе дальше ничего не светит. Где этот потолок? Потолок у нас в голове. Вау, ну давай, принесите мне штамп, мы сейчас соберем все штампы. На самом деле потолка нет, ну вот, например, если взять меня, да, я стала топ-педагогом там студии, топ-педагогом Белоруссии, что я могу дальше делать? Например, вот сейчас я организовываю мастер-классы. Погнали, давай поговорим об этом. Давай, давай. Мастер-класс. Тут я плаваю в этой теме, потому что мне сложно судить об этом, я не очень представляю, как это все выглядит. Расскажи, то есть, поподробнее, возможно, кого-то заинтересует сейчас эта тема. Потому что начинающие ученики, им сначала стоит прийти вообще просто в группу, в обычную группу в школе. Не на мастер-классы. Не на мастер-классы. Да, мастер-классы это, грубо говоря, как повышение квалификации. Мастер-класс, да, класс от мастера своего дела. То есть это уже изначально качественный материал, достаточно сложный. То есть фактически мастер-класс это уже люди, которые точно имеют имя, и ты идешь просто потому, что ты знаешь, что он очень крут, и у меня есть возможность к нему попасть. Вот так это выглядит. Да, да. У меня есть возможность попасть к этому человеку, прокачаться, познакомиться с его творчеством, поучиться и так далее. Вот, то есть это мастер-класс. Я организовываю класс. У меня есть проект Single Ladies. Он уже существует 9 лет. Я уже говорила, что ты ежегодный мастер-класс. Считаешь, да? Сколько тебе лет, считаю? Я не стесняюсь своего возраста. Мне 30 лет. Ну правильно, 22. Мне 30 лет. 9 лет, да. Я начала сначала изначально организовывать эти мастер-классы, потому что у меня была, у меня у самой была потребность учиться. А учиться не у кого было, потому что High Hills у нас не было в стране. А как учиться? Нужно ездить куда-то, да? Я ездила. Потом поняла, что, блин, постоянно ездить куда-то, это дорого, намного проще сюда привозить, да? И тем более ещё для учеников полезно. Я начала организовывать мастер-классы, приглашать иностранных хореографов. До сих пор это делаю. Вот. И получается, проект существует уже 9 лет. Это классы и кемп. Вот сейчас будет, кстати, летом кемп у нас танцевальный. Целую неделю. Давай, рассказывай. Целую неделю будет танцевальный лагерь, это такие танцевальные сборы в High Hills. Каждый день будут мастер-классы по 4 класса в день. Начинающий уровень 3 дня и продолжающий уровень 3 дня. Как это выглядит? То есть, потому что звучит как кемпинг, типа. Мы тут сейчас с палатками поедем, в лесу под костром будем танцевать. Ну, как это выглядит реально? Я пришёл, записался, ну там, и куда мне идти? Как это выглядит вообще? Или это секрет какой-то? Смотри, нет, это вообще не секрет. Бывают разные варианты. Например, есть выездной кемп, куда ты просто берёшь и, грубо говоря, там, танцевальным сообществом, да, куда ты выезжаешь в этом месте, там, живёте, тренитесь. Конкретно в моём случае это на базе студии, просто вот как тренировки мастер-класса. Вечерние мастер-классы. То есть, они какой промежуток времени идут? Это там недельные сборы? Смотри, я уже говорила. Неделю длится кем? Каждый день. Вечером. Да, да, каждый день мастер-классы. Например, там с 6 часов до 11 вечера девчонки на каблуках просто пашут. А им потом дают какую-то бумажку, что ли? Ну, сертификаты прохождения, да. Сертификат даёт вам право рассказывать всем, что вы пахали 6 дней. Ну, типа того, да. Ну, конечно же, это просто приятность на самом деле, что вот я был на этом кемпе. По поводу других направлений. Их же много, опять же, школа не одним хай-хилсом, так сказать, знаменита. Поэтому вот для других чуть-чуть посвятить. Какие направления на сегодняшний день вы представляете, если кому-то неинтересно на каблуках танцевать? У нас в основном стрит-направления, ну, то есть можно позаниматься. У нас есть хип-хоп, джаз-фанк, вок, дэнс-холл, афра, контемп. Можно порастягиваться, стретчинг. Блин, офигеть. Хай-хилс, стрип, стрип. А я боюсь, что я что-то не назвала, потому что направлений очень много вообще на любой вкус. Ну, ещё бы. Сейчас кто занимается крампом, напишут, что... Ну, спасибо. Алло, есть, кстати? Крампа нету, к сожалению. Блин, офигенно, я попал. Видишь, ты попал, да. Крампа нету, но есть хип-хоп. Поговорим про конкуренцию. Ты так смело говоришь, что мы самые большие, ну, и это оправдано. То есть понятно, что такие регалии можно легко употреблять, когда ты в этом уверен. Что происходит вообще с белорусским рынком сейчас? Большая ли конкуренция? Много ли других школ? И вообще ощущается ли эта конкуренция? Либо у вас, наоборот, we all together, и у нас одно комьюнити, мы друг друга поддерживаем. Вот как это выглядит сейчас в Беларуси? Смотри, школ очень много. Очень много. И талантливых педагогов тоже очень много. Но я люблю Ильгата Дэнс Центр. Ну, понятно, я тоже, но всё-таки. Я не чувствую там прям какой-то конкуренции, чтобы, не знаю, там, ну, как это, типа, там, ссориться, там, какие-то скандалы, интриги, расследования. То есть мы, например, если я говорю про хилс, либо там, там, словно стрип, то мы, наоборот, мы дружим. Всё это превращается в бизнес-модель в какой-то момент. Я такой, всё, я что-то достиг, здесь я вырос, здесь я педагог. И я это уже проел, понял много лет в этом. Почему бы мне не открыть, там, свою школу танцевальную? Чё, я теперь могу и без Ильгата попробовать всё это сделать? Есть какие-то вот, ну, неужели никто никогда не ушёл и, там, не пытался ставить конкуренцию? Смотри, нужно понимать, что быть педагогом и творить, и открыть свою школу танцев — это вообще абсолютно разные вещи. Я, например, занимаюсь исключительно творчеством, потому что я знаю, я вижу, как вот мой муж работает, да, в студии, как он этим всем руководит, это дико сложно. И многие, там, желают о какой-то, там, своей школе, нужно понимать, что совмещать творчество и руководить студией, ну, будет сложно очень. Всё-таки есть те у нас люди, которые являются классными профессионалами в своём деле, но немножечко всё равно отстраняются от этого. Условно, я, там, преподаю себя, я известен в узких кругах, но у тебя, там, был такой путь, что ты и там тебя знали, и здесь знали, и ты в какие-то проекты параллельно мутила, что-то делала. И вот был какой-то всплеск в какой-то момент, ты такая, вот, сейчас попёрла, сейчас самое время что-то раскачивать. У меня вообще такого не было, вот правда. Я просто пёрла. Вот я просто любила, танец люблю, и я просто училась танцевать, преподавала, училась, преподавала, училась, преподавала. Вот ты говоришь, медийный хореограф, ну, я себя не ощущаю какой-то, там, медийной личностью. Ну, то есть я знаю, что меня, как педагога, ну, естественно, там, особенно в танцевальном кругу многие знают, но медийность, у нас разве есть такое в Беларуси? Ну, слушай, ну, мне казалось бы, ну, опять же, да, возможно, ты права, что это достаточно локально, да, и опять же, там, не будь я где-то рядом, я бы, может, тоже не знал, да, что там происходит. Но по отношению к другим, например, когда мне кто-то говорит, ой, ты что, не знаешь твоего хореографа? Я говорю, понятия не имею. Я говорю, а вот этих знаешь? Они такие, я этих знаю, ну, там, условно, приводя вас в пример, они такие, ну, да, это, конечно, есть. Ну, для меня вот это мерило того, что вас точно знают, тем более ты говоришь, что у вас несколько поколений уже, там, бабушка, условно. Начнем с того, что все знают школу танцев Альгата, мне кажется, правильно? Ну, да, вы как будто неразделимы уже. Да, мы неразделимы, и все знают Альгата, все знают семью Патураевых, потому что мы, как бы, танцуем, и, ну, может быть, я почувствовала, что, ну, как бы, я уже прям, там, супер-топ-педагог, это когда у меня уже, например, там, группы просто разрывались от количества людей. Ну, то есть был большой поток людей, которые хотели учиться танцевать именно у меня, либо, там, например, там кто-то, там, из, вот, как ты говоришь, медийной личности, да, там могут написать привет. Вот мне сказали, что если там танцевать в Хиллс, научиться, то только у тебя, там, можешь, пожалуйста, мне взять на индивчике. Ну, тогда ты уже сидишь, только понимаешь, о, ну, да, прикольно. А есть обращение, что сейчас по поводу выступлений, да, можно к тебе, например, обратиться, значит, кто-нибудь посмотрит, артисты выступают, к нам приходят и певцы, и композиторы, то есть люди занимаются своей музыкой, они такие, блин, мы хотим постановку, вот, хотим, чтобы нам поставили, и, вот, вы станцевали. Такая услуга еще существует или нет? Да, услуга существует, но у нас этого, ну, почти нет, потому что, мне кажется, что у нас бедные артисты, знаешь, как это было? Они не готовы на шоу тратить? Да, 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 то есть, как это было раньше, это было, например, слушай, вот я снимаю клип, можешь, пожалуйста, там, потанцевать? Ну, ты ж любишь танцевать? Ну, потанцуй там просто бесплатно, ну, то есть люди там могут тратить деньги. На визажи есть... А, прям на столько? Прям на столько, да. И, ну, ты в какой-то момент потом понимаешь, блин, вы серьезно, я столько трачу денег на развитие, на обучение, и сейчас я просто, ну, типа, ради танца буду просто танцевать у вас в клипе, ну, как бы. В какой-то момент, естественно, как там опыт какой-то, это имело место быть, там, ну, то есть, окей, но в целом, к сожалению, это выглядело в основном так, вот. А есть какой-то мерило для танцора, чтобы он понимал, в какой момент он начинает себя ценить? Поняла про что? Да, да, да. Вот ты говоришь, когда-то же я для опыта это делала, и ты в какой-то момент осознаешь, блин, ну, все, это мой хлеб. Ну, смотри, тут, наверное, просто с такой стороны можно посмотреть. В какой-то момент ты понимаешь, что эти люди тебе нужны для опыта, а потом раз ты понимаешь, что не они мне нужны, а я им нужна. Не я хочу попрактиковаться и попробовать поставить какой-нибудь там номерочек, да, там, какой-нибудь там певицы, либо там для клипа постановку, а ко мне уже обращается как к эксперту, можешь, пожалуйста, поставить какой-нибудь классный номер. Кто сейчас уже должен написать Ангелине Патураевой, чтобы она сказала, вот с вами я за идеей бы поработала? Все. Мне любой может написать, и я с удовольствием рассмотрю. Есть вот кто-то, с кем бы ты хотела сейчас получить сообщение? Вот прям мы сидим в директе, типа, и ты такая, вау, точно выезжай. С кем бы я хотела, например, сейчас потворить? Да. Мы говорим про белорусов. Да не обязательно, ну, давай, если есть в Беларуси, пожалуйста, ну, то есть мы тоже готовы, возможно, мы завтра будем брать интервью, скажем, прикиньте, я с вами хотела Ангелина поработать, давайте мы свяжем. Ну, я, если честно, мало знаю прям каких-то хороших исполнителей Беларуси, ну, я, честно, не слежу за этим. Ты знаешь, что мне даже больше интересно, знаешь, попробовать себя в роли хореографа поработать как с танцующими артистами, так и с теми, кто, например, не умеет танцевать. С хромыми. Да, потому что... Да. С хромыми, да. Ну, знаешь, как многие говорят там... Ну, вот как со мной, типа, я запел, Ангелина, и я там... Ну, просто есть, например, хореографы, которые воплощают какие-то там свои идеи и мечты, но при этом они не понимают, что человек так не сможет сделать, как, например, хореограф придумал у себя в голове. И иногда это очень выглядит комично, когда, например, какая-то певица делает какое-то суперсложное движение, и это выглядит неорганично. Ну, то есть это выглядит просто как-то нелепо. И вот мне даже интересно поработать с нетанцующими артистами, потому что я вижу это немножко по-другому. Я бы подстраивалась под артиста, чтобы вот когда артист вышел на сцену, она выглядела гармонично и с музыкой, и с собой, и ощущала сама себя очень хорошо на сцене. Чтобы не заставлять... Они пытаются нам что-то там делать, понимаешь? Не, я просто... Я почему про Зивера тебе, кстати, сказал, потому что я тоже с ними работал, и в какой-то момент я не видел, что из себя представляет их корпоративное выступление, и они приехали с девчонками, и я такой, они все танцующие. Круто было? Офигенно вообще, просто. Они вышли, они все как одна, на подбор, и портер, и что-то там, и у них костюмы там чумовые. Но я это... Я такой, блин, ну это, наверное, в клипах только все так красиво. Но, насколько я знаю, она изначально танцевала. Да, да, да. Только она потом начала петь. Ну, то есть это всегда очень заметно, когда человек... Так что, Ангелина, получается, мы подошли к вопросу, когда ты запоешь? Нет, я никогда, я вообще не умею петь, это просто ужас, честно. Я прямо, знаешь, вот так вот делаю. Сколько сложно вообще и рискованно в наши дни создавать семейный бизнес? Потому что мы понимаем, и ты понимаешь, про какие риски я говорю. Это 24 на 7, это все дела, которые нерешаемые на работе переносятся в быт, домой, в семью. Вот расскажи, как у вас с этим? Легко? Сложно? А если было сложно, как решали? Начнем с того, что у нас нет семейного бизнеса. То есть это студия Вова, а я работаю, ну, там, как педагог-хореограф. Естественно, у нас есть какие-то там точки соприкосновения, но мне, наоборот, очень комфортно работать. Как это еще сложнее? Я сейчас для себя понял. Получается, он начальство? Он начальство, да. Вот, только значит, это еще сложнее, чем просто семейный бизнес. Ну, смотри, у нас в семье так, сейчас так скажу. Я искусство, а он бизнесмен. Ну, по большей степени, наверное, так и есть. Я больше про творчество, а он тоже человек, творчество Вова. Но он сейчас ударился, ну, он прям... Он несет на себе груз ответственности, так называемого, как мы привыкли, мужчины, да? Да, 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 да. И, ну, мне, на самом деле, очень комфортно. Ну, естественно, у нас бывают стычки, там мы можем повздорить, потому что мы, на самом деле, вдвоем очень разные. У нас очень разный взгляд, например, даже на творчество. Вот. Но в целом, не знаю, мне вообще круто. Это же очень классно. Ты приходишь домой, у тебя есть общие темы. Но это же офигенно. Не знаю, вот поэтому и спрашиваю. Посидеть, поболтать. Я знаю, что я всегда могу обратиться, например, к самому близкому человеку, даже вот в плане там какой-то своей профессии, спросить совета. Я знаю, что он мне прям, ну, посоветует, вот прям круто. А что касаемо субординации на работе? Как это выглядит? И он не существует. Ты знаешь, у нас был такой момент. Так вот, я, понимаешь, я про это и говорю. То есть, насколько это сложно, потому что, условно, там, я не знаю, как это выглядит, например, там, ты перепутал расписание, там, не знаю, у тебя конфликт, там, предположим, там, с другим педагогом, вы не можете договориться, и вы, там, приходите к Вове, ну, блин, типа, разреши вопрос, там, условно. Ну, понятно, что это переносится. Я адекватный человек, честно скажу, и даже если там есть какие-то там собрания, да, у нас там в студии есть собрания, я вот всё передо мной, ну, то есть, я чётко понимаю, что дом — это мой муж, на работе — это руководитель, то есть, я не вставляю там своих пять копеек, там, типа, короче, там, я там решила, там, что тут, нет, я, ну, то есть, понимаю своей головой, что это руководитель. Вот, естественно, могут быть какие-то там споры, ну, куда же без этого, да, но в целом мы стараемся разговаривать. Он может мне сказать, так, Ангелин, ну, здесь ты не права. Иногда я могу ему что-то посоветовать. Вот, ну, то есть мы, знаешь, мы такая адекватная пара, то есть мы всё, мы можем повздорить, но потом садимся и общаемся. Так, ушла от темы, да? Нет, я просто, я выдержал паузу, потом вы её подрежете, если она очень длинная. Я такой, ну, давай, рассказывай, хорошо, хорошо, сделаем вид, что мы поверили в это всё и приняли это за чистую монету. Нет, ну, давай по чесноку, ну, реально, ну, правда, так и есть, но я тебе серьёзно говорю. Ну, неужели? То есть нет такого, что хочется, например, ты такая, блин, вот он сказал, как будет, и ты отпустила ситуацию, и ты такая, ну, окей. У нас нет такого типа, ну, что значит, он сказал, как будет. Мы два взрослых человека, у меня есть там своя работа, у него есть своя работа, он ответственен за своё, я за своё. Ну, то есть я могу прийти к нему, например, там, за совет. Возвращаясь к направлению, именно тому, которым ты занимаешься и преподаёшь, многие говорят, что это и комплексы у людей есть из-за того, что действительно кто-то там не чувствует себя, поняла, с точки зрения психологии, там, сексуальной, ещё чего-то им не хватает, поэтому они идут туда, пытаясь побороть свои комплексы. Что ты об этом думаешь вообще? Ты не думала о том, что почему ты занялась именно этим направлением? Ну, ты не закладывала никогда какой-то психологический туда? Возможно, там девушка такая, я не сексуальная, там, мне этого не хватает. Пойду, и вот у меня. Во-первых, есть ли здесь какая-то закономерность, и правда ли, что так говорят? И второе, действительно ли может это помочь раскрепоститься и как-то действительно вне студии, вне паркета, там, где-то в другом месте помочь? Я начала танцевать, потому что я реально люблю танцы. Ну, то есть у меня любовь к танцам с детства. Могут ли девушки там побороть какие-то там свои комплексы? Ну, естественно, потому что танцы — это раскрепощение физическое, да? Плюс ко всему вот здесь вот. Психология, да? Да, психология. То есть мы на занятиях учим контролировать своё тело, раскрепощаться и владеть им на 100%. Свобода души и тела. Ну, ты видишь, они прямо выносят оттуда. Они приходят, говорят тебе, спасибо вам, моя жизнь перевернулась. Я не вижу, я это знаю. Конечно, потому что ты комментарии публикуешь. Ну, да, это в открытом доступе. То есть я даже не знаю, на каком уровне это работает. Это просто что-то связанное, я не знаю, там, сверху, да? Ну, то есть люди прям реально пишут сообщения, там, я пришла на танцы, я была там вообще дико закомплексованной, неуверенной в себе, там, у меня вообще не было ни отношений, ничего. Всё, танцы поменяли мою жизнь. И ты такой сидишь, типа... Ну, типа, как это работает? Тебе приятно прям? Посмотри, мурашки видишь? Хорошо, тогда не о мурашках. Понятно, что все выкладывают только положительные отзывы и говорят, что, конечно, всё замечательно. Неужели нету людей, которые пришли, попробовали такие? Да хрень собачья это всё. Чё, я пришла, мне не понравилось, что вы тут рассказываете? Про плохие онцы? Пишут вообще. Я понимаю, что люди не публикуют их. Ну, я понимаю, почему они это делают. Ну, с большего зачем? Ну, зачем делиться плохим? Тем более в Инстаграме никто не хочет показывать всякие гадости. Ну, вот бывает такое? Вообще было ли? Ну, я не могу вспомнить. На своём личном опыте, чтобы, не знаю, кто-то прям написал суперплохой отзыв. Типа, я пришла, мне что-то там вообще не понравилось. Да нет, только бывает, конечно, случай, когда, например, человек приходит, ну и понимает, что, не знаю, он думал, что он хочет танцевать, а ему по факту нравится, не знаю, там, в теннис играть. Да, либо там пресс качать условно. Но, честно, на моём личном опыте я не могу вспомнить, чтобы кто-то там прям суперплохой отзыв написал. У меня, кстати, нет, ладно, расскажи. О, надо было просто подумать. Да, есть одна история про меня ходит. Рассказываю, что, какой слух ходит, что я один раз поставила девчонку за столб. Я сказала, типа, там, что-то там, мне не нравится, когда танцуешь, встань за столб. Жесть. Но этого не было, сто процентов, объясню, почему. Я помню эту ситуацию, была группа, продолжающая группа. Прикиньте-ка, я точно помню, это был не один столб, а два. Ну, во-первых, я не могу, ну, у меня в априори вообще, ну, другое видение. Ну, то есть я верю в то, что каждый человек может научиться танцевать. То есть я не могу сказать, ты плохо танцуешь. В смысле, человек пришёл, он плохо. Я так не думаю. Он сейчас плохо танцует, да вообще нет. На данном этапе он так танцует. Вот я же как раз таки здесь, чтобы этого человека научить танцевать. Что значит, мне не нравится, когда танцуешь, встань за столб. Ну, то есть это невозможно. Но, короче, я помню, что была эта ситуация. Ну, не смейся. Это была продолжающая группа. Возможно, даже это была команда, я уже не помню. Вот. И пришла девчонка, а мы на прошлом занятии что-то там отрабатывали из костепа дубуре. Ну, то есть ты знаешь, сто процентов, да? Это из классического танца? Ну, сейчас, на самом деле, это уже прямо в каждом направлении есть. Я помню, что мы делаем по дубуре, да, вместе отрабатываем. Все уже умеют, все танцуют, весь зал танцует нога в ногу. А одна девочка вообще просто не понимает, что происходит. А у меня раньше, я была таким достаточно серьезным тренером, у меня было правило. Если ты пропустил занятие, значит, тебе нужно отработать. Подожди, это если, это не любительская группа, есть, например, команда. Тебе нужно отработать дома то, что мы вместе, например, с ученицами делали на прошлом занятии. Чтобы ты не тянул всех или как это? Для чего это? Или это просто наказательная мера? Нет, чтобы человек просто не отставал. Вот. И мы, получается, например, на прошлом занятии, мы отрабатывали этот степ под дубуре. На следующие занятия все приходят, все заряжены, все отработали, все танцуют, все делают. А она просто такая, типа, не понимает. А она стояла в первой линии. И я ей сказала, иди и встань. За колонну. В последнюю линию, чтобы она просто хотя бы не сбивала общий ритм, чтобы она смогла подстроиться под общий поток, понимаешь? И она восприняла на свой счет это буквально? Я даже знаю, что это... Нет, я знаю, что это за девочка. Мы с ней в очень хороших отношениях. Ну, то есть, просто пошла эта сплетня, что я, типа, такая... Стань за столб, ты наказана. Но в целом это просто была наказательная мера в команде, чтобы, так сказать, держать общий дух, общий настрой. Если ты посмотришь это видео, напиши мне, пожалуйста, расскажи свою версию, я хочу знать. Кстати, да, и напиши мне, что... Кто прав, кто виноват, расставим все точки над «и». Мы для этого собираемся здесь, видите? Вот как минимум, возможно, решим какую-то проблему, уберем сплетню. Ребят, ну... Но всем будущим ученикам, если вас поставили за столб, вы тоже мне напишите, пожалуйста, скажите, бывало ли после этого интервью такое или нет. Потом скажешь, что Ангелина Зайшовская такой тренер. Но на самом деле раньше я была, ну, таким строгим тренером. Ну а почему? Ты сама как это объясняешь? Смотри, я это объясняю уровнем. Например, у меня есть начинающая группа. Девчонки только... Они вообще не понимают, что там... Рука, нога, музыка. Нужно все соединить, запомнить прям целый танец. Например, сколько там процессов. Ну и моя задача вдохновить и наоборот показать, что девочки, это несложно, это возможно, это круто. Это приятно, это кайфово. Понимаешь? Это начинающая группа. Если команда... Ну там, естественно, ты не будешь сидеть там, цветочки мои, да, все рассказывать. Там, девчонки, давайте, пожалуйста, только вот сделайте так вот это движение, лишь бы их вдохновить. Там уже идет прям полноценная работа на результат. Когда стоит у тебя команда в зале, естественно, ты их прям держишь в кулаке, потому что, ну, вы готовитесь к чемпу, вы отрабатываете номера, да. Там идет уже такая более серьезная подготовка. И вот я могла прям, ну, я не скажу, что я была прям жестким тренером, прям жестким, но я была строгим, потому что мне важно было, например, чтобы номер получился очень крутой, чтобы он был очень синхронный, чтобы там у всех была рука там одинаковая в одном положении. Там палец вправо, палец влево, расстрел. Я, знаешь, ты мне сейчас объяснила, я как будто бы ответил для себя на один важный вопрос, которым задавался. Я думал, что это связано с тем, что многие люди ведут себя так строго по отношению к ученикам, по той простой причине, что им не хватает именно знаний педагогических. Поняла? Я в свое время для себя такой думаю, блин, вот они кричат, наверное, потому что их не научили, что можно какие-то другие способы использовать. Поняла, да? Смотри, быть строгим и кричать на людей, это вообще разные вещи. Можно быть требовательным, да, и просто сказать, типа, ну, там, мне нужно, чтобы вы сейчас сделали хорошо, пожалуйста, постарайтесь. А можно сказать, какого хрена там по жопе треснуть вообще, я такого не приветствую. Ну, то есть это прям, это насилие. А может, кому-то и надо. Ну, нет, я, это вообще не про меня, это не про нашу студию, у нас вообще нет такого подхода. У нас, правда, все через любовь, через вдохновение. Оля Бузова, привет. По поводу финансовой составляющей, это интересует всех, это самый насущный вопрос, можно ли этим зарабатывать. Потому что мы говорим с тобой о том, что люди с большего приходят как вдохновение, но мы также затрагивали тему людей, которые становятся педагогами, профессионально этим занимаются. В дальнейшем мастер-классы, команды, обучения, соревнования и все это процессы. Ну, в моей голове там разъезжать, тренироваться, еще что-то, самому узнавать, это все финансовая сторона. Ты должен в себя вкладывать. Соответственно, ты должен с чего-то зарабатывать. Насколько сегодня это приносит комфортную жизнь и дает такие возможности, танец, на сегодняшний день у нас в Беларуси? Ты же сам понимаешь, кто сколько работает, тот столько зарабатывает. Просто кушает, да. Да, один тренер может вести условно одну группу в неделю, это будет просто как доп-заработок, другой тренер может вести по пять групп в день. Третий тренер, ну, педагог может там вести группы, плюс у него там какие-то собственные проекты, мастер-классы. Ну, то есть это все, на самом деле, по-разному. Ну, смотри, мне на жизнь хватает. Я себя чувствую комфортно. Не, слушай, если бы я был преподавать... Не, смотрите, здравствуйте, у меня шоу, а вообще спонсирует жена моя все это. Да, я твой, я здесь за творчество, мне бы тоже было комфортно, ну. Мне кажется, это слишком легко, ну, типа, говорить. Сейчас кто-то посмотрит с других преподавателей, такие, ну, конечно, да, вот я. Типа у нее уже муж в опыте. Да, да, он занимается, и он, смотрите, он ее пристроил, и пригрел, и классы дал, и все, она тут ездит, и рассказывает, какая она классная, и он еще ее на интервью за себя отправляет, типа, вот я про что. То есть мы закладываем на вот таких людей, поэтому... Смотри, начнем с того, что, ну, кто со мной знаком, да, в танцевальной сфере, они знают, что я очень трудолюбива. Я очень много работаю, и я очень много всего сделала, и у меня есть свои проекты, я очень много групп вела, я очень много педагогов вырастила. Ну, то есть я человек-трудяга. И, кстати, даже психотерапевт прорабатывал этот запрос, потому что я прям не могу отдыхать. Ну, то есть я прям, мне нужно все время работать, 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 работать. Когда ты, ну, работаешь, ты зарабатываешь. Я не сижу на шее у мужа, я работаю. Но, опять же таки, да, я не из тех, кто там, я все сама, я там сама себе, то, сама себе. Нет, у меня есть мужчина, у меня есть мой любимый муж, у него есть свой бизнес. Я открыто говорю, что я там могу, например, подойти и сказать, блин, слушай, можно мне, пожалуйста, там на то-то, если вдруг у меня там закончили свои деньги. Я зарабатываю, у меня есть свои деньги, но если мне надо будет, я могу там что-то попросить. То есть я считаю это абсолютно нормальным. Вывод один, ребята. Я думаю, что он из выпуска в выпуск, в принципе, один тоже. Все мои гости, которые сидят напротив, они говорят, ребят, кто как работает, тот так и зарабатывает. Поэтому, смотря, чего вы хотите от себя, какая у вас работоспособность. И, кстати, по поводу психолога, ты сказала, что прорабатывала этот вопрос, что ты трудяга. В чем причина? Ты боишься остановиться и там выпасть условно из профессии или почему? Что тобой движет и почему в тебе этот мотор постоянно работать? Я не умею отдыхать. Ну вот прям в прямом смысле. Мне становится плохо, когда я просто отдыхаю, ничего не делаю. У меня сразу же все начинает. Мне надо что-то делать, мне надо там что-то... То есть у меня уже, я не знаю, мне кажется, от природы такой процесс. То есть если я сижу, например, вот, кстати, недавно мы ходили на свидание с Вовой. Спасибо, что уточнила. Мы сидели в заведении. Ну все, мы сидим с мужем. Мы просто пришли поболтать, отдохнуть. Играет музыка. Мы были в Чаном пьянице, там играла. Играл Хаус. Мне очень нравится этот стиль музыки. И я сижу, я не могу спокойно сидеть. У меня все, у меня процессы. Какой классный трек. Я уже шизамлю. У меня уже там в голове рисунки какие-то там, идеи. Ну то есть он просто сидит, смотрит на меня такой... Ты понимаешь, что это профдеформация? Ну вот что интересно сказал психолог просто на эту тему. Как, вот, а как отдыхать тогда? Ну, есть совет какой-то? Поделись с нами. Как отдыхать? Ну вот она же тебе что-то сказала, наверное. Слушай, ну мы с ним... Я понимаю, что все индивидуально, но... Ты знаешь, что у меня... Она даже не столько советует, например, отдыхать, сколько она советует замечать свои чувства. Ну то есть, типа, понять, что я чувствую в этот момент. Чаще всего, наверное, может быть, это еще из-за того, что там, условно, я достаточно много лет прям тренилась, прям, ну в таком усиленном режиме. А потом после родов у меня был перерыв достаточно большой. Вот. И я просто не знала, куда себя деть. Ну то есть, и я просто перекрывала все свои чувства, эмоции, и начинала просто мыслить головой, знаешь, типа, там все, все куда-то там что-то делают, а я сижу, все, значит, мне тоже нужно. Знаешь, я вот просто была в режиме таком, ну типа, раз все куда-то бегут, значит, и мне нужно бежать, догонять их. У меня такая же ситуация. Я как только... Я понимаю, что у меня скоро будет там какие-то проекты, пока я там на небольшой паузе. И даже в эту паузу я начинаю смотреть, что происходит у других. Я себя накручиваю этим, и типа в какой-то момент такой, а, тут надо что-то делать, а я ничего не делаю. И вроде как бы ничего страшного не произошло, но ты не осознаешь этого. Но я для себя понял одну вещь. Возможно, вы такой же человек, как и я. Я не воспринимаю работу прям как работу, и поэтому фактически так называемого отдыха, вот как люди себе представляют. Да, это образ жизни, да. Я отдыхаю, когда что-то делаю. Ну, типа для меня вот сейчас я такой, блин, да я не напрягаюсь, я кайфую от того, что я делаю. И когда мне спросят, где ты там был, я не говорю, на работе. Я такой, а у меня съемки были, мы там что-то снимали. Я вообще в голове воспринимаю это совершенно по-другому. Поэтому, ну... То же самое у меня, например. Мне там мама спрашивает, она даже со мной, знаешь, как разговаривает, на тренировках была. Ну, то есть на тренировках не на работе, а на тренировках. И, например, даже когда я иду на занятия, там, на тренинг какие-то, у меня нету внутри ощущения, что я иду на работу. Я иду танцевать. Поэтому, когда я там даю какие-то свои мастер-классы, либо я там сама у кого-то учусь, для меня это просто танец. Ну вот прям я реально просто кайфую от того, что я танцую. Вот и все. Кайфуйте, ребята. Угу. Мы почти подытожили уже. Конец. Я же еще... Что, еще хотелось сказать? Давай спрошу, что меня интересует. По поводу проекта танцы. Хотел спросить. Ну, думал, может быть, обойти его стороной. Но все-таки давай так. Глобально за последнее время, ну, для меня это офигеть какой проект по масштабам, по картинке. Ой, там, я условно как режиссер, я понимаю, что это не только сам номер, а все, что происходит вокруг. Это визуал весь, который происходит. И какая там команда работает. И я тем более знаю, что там много ребят из Беларуси, которые занимаются, в том числе старичков. И я вот к чему. На сегодняшний день, как будто это стало каким-то мерилом. Все такие, о, он выступил на танцах. Ему там похлопали, сказали, you are wonderful. Вы идете в следующий этап. И потом я смотрю, что происходит. Ну, там, человек куда-то дальше не прошел. И он год уезжает. На свои мастер-классы. И я потом вижу такой. И везде. Участник 35-го сезона танца на ТНТ. И вот я к тому, что это мерило в реальной жизни. Не в телеке, да, то, что люди смотрят. Это имеет вес? Реально это работает? Смотри, это, ну, безусловно, очень крутой проект. Ну, прям реально крутой. Но это не мерило сто процентов. Потому что, ну, смотри, ты говоришь, как обычный зритель. Конечно. Потому что ты танцоров знаешь откуда. Либо, например, там, меня, потому что мы знакомы давно. Либо ты смотришь по телеку. Да. Правильно? То есть ты видишь вот популярный проект. Танцы на ТНТ. И все, ты оттуда знаешь, там, каких-то там супертанцоров. Но на самом деле талантливых людей очень много. Многие там... Есть, кстати, очень много талантливых танцоров, которых, например, не берут в проект. Только потому что они могут быть неинтересны, как там, ну, как личности. Негде подковырнуть, знаешь, чтобы было там какое-то шоу. Я знаю много талантливых танцоров, которые прям много ходили на кастинги, их не брали. Хотя они, ну, прям очень крутые танцоры. Вот, поэтому мы про это сейчас и говорим. Я хочу, чтобы люди просто поняли, что это такое. Да, ну, то есть, ну, это ТВ-шоу. Туда же не могут взять всех крутых танцоров. Правильно? Это невозможно. Берут интересных персонажей, с которыми можно там сделать какие-то рейтинги. Берут и, конечно, супертоповых. Ну, то есть, я не знаю, я не в этом проекте. Я не могу сказать, как они там прям видят это все. Скажи честно, ты ездила на кастинг? Да. Я тебе даже больше струб. Смотри, это не секрет. Я ездила на кастинг. Там, получается, есть предкастинг. Это ты когда помнишь, может быть, раньше ты видела, они ездили по городам и собирали... Конечно, ты с бумажкой приходишь, говоришь, там номер 354. Да, и танцуешь. Я вам скажу постановку. Да, ты танцуешь, они тебе задают вопросы какие-нибудь там интересные, каверзные. Они смотрят, как ты вообще держишься на камере, что там отвечаешь, интересен ты, неинтересен. И дальше ты либо проходишь, либо не проходишь на телевизионный кастинг. Ты потом танцуешь на телевизионном кастинге, ну и там дальше уже поэтапно то, что вы видите по телевизору. Я, получается, я уже не помню, какой это год был, я ездила, я прошла на телевизионный кастинг, но они не всех вставляют в эфир. Вот, я хотел сказать, даже не все попадают. Да, меня не вставили в эфир, но я там была, у меня есть фоточка на память, а видео нет. Как, с какими ощущениями вспоминаешь? Ну, типа, вызывает это, вот, ты же понимаешь, что для человека, который долго-долго работает, старается, уже имеет какое-то имя, приезжает, и вот как они аргументируют, обижают это, не обижают, что ты не попадаешь? Мне кажется, это просто, знаешь, такая, типа, пришла, попробовала, не получилось, и пошла дальше. Сейчас я смотрю на себя со стороны, как я была очень неопытная, я была еще очень зеленая, я была, знаешь, такая молоденькая девчоночка, которая такая пришла, там, да, танцы, да, это вот здесь надо танцевать. Ну, знаешь, такая была, ну, неуверенная в себе, сто процентов. То есть сейчас я бы себя преподнесла совершенно бы по-другому. Тогда это было так. То есть я пришла, там, что-то потанцевала, выступила, я помню, что там Мигель говорил про мою внешность, что я очень красивая, ну, классно смотрит на сцене. А я была, кстати, в шортах. Такой, какие у тебя ноги! Вот, я помню, там, Татьяна Денисова сказала, что я не увидела в этом творчества, а я танцевала просто в своей хореографии, там не было никакой, там, задумки, а просто хореография. Короче, я помню, что там много говорили про мою внешность, типа, что, блин, ты очень, типа, красивая. Так вот это как раз-таки не обижает, типа, ты такая, танцы! Ты такая красивая, хера, ты так плохо танцуешь или что? Ну, ты для себя такая, блин, я танцевать пришла? Типа, танцы проект, никакие красивые ноги, танцы! Ну, я была тогда ещё, смотри, я была очень хорошим танцором, но незрелым. Сейчас я уже зрелый танцор, то есть сейчас я, у меня уже такие больше, более глубокое творчество. То есть сейчас я могу уже рассказать какую-то историю, да, своим телом. Тогда моё тело было ещё не готово. Тогда моё тело танцевало просто, знаешь, движение, как физкультура, то есть это как пау-пау-пау. А сейчас, вот, например, если бы я пришла, я бы уже могла порезентовать своё творчество вот именно от души. Тогда ещё такой вопрос. Если бы прошла в телеверсию, ценник бы вырос у тебя, приходить к тебе и обучаться? Ну, типа, поняла, это прямо пропорциональная зависимость. Потому что я вижу, как будто бы да, они вышли там в телеверсию, в закрепах у себя сразу, влупили там одну постановку. Я вот почему. Я человек понимаю, этот номер может быть удачным, он может попасть, не попасть. Там, сегодня ты станцевал хорошо в настроении, завтра нет. Это никак не отражает реальность реальность того, как ты можешь преподавать, там, какой у тебя бэкграунд за спиной, опытный, неопытный. Ну, ты можешь просто там быть с новичком, прийти и там на телеверсии всех порвать. Ну, смотри, во-первых, туда на ТВ проходит уже изначально крутые танцоры. Ну, то есть туда не может пройти какой-то там... Шура Рапей, условно. Шура Рапей, да. Но это невозможно. Там уже на проекте, в любом случае, вот те, кто прошли, они достойны этого места, они очень крутые танцоры. А если бы, например, я поучаствовала в этом проекте, вырос ли у меня ценник, ну, это... Давай так, как минимум звучит логично, да? Ты прошёл какой-то там путь, ты стал лучше, ты стал круче, но почему бы и не поднять свой ценник? Правильно? Ты же не можешь там, спустя 10 лет своего опыта, вести там индивидуальное занятие за один рубль, хотя у тебя уже опыта намного больше. Плюс ко всему, мы же берём как? Мой опыт — это знание, которое я получила за деньги. Танцоры очень много денег тратят на своё развитие. Очень много. И иногда даже это прям вот все деньги заработали на мастер-класс. Ну, это просто реально образ жизни. Ты пашешь, потом ты ещё свою зарплату тратишь на мастер-классы, и там же пашешь. Потом ты опять приезжаешь, пашешь, и опять на какие-то там кемпы-сборы пашешь. Вот, поэтому мы же платим деньги за то, чтобы расти, развиваться, да? Соответственно, я расту. Ну, логично, мы ценник тоже должен расти. Правильно? Всё логично. Ну, с большего, да. Ну, да. С большего, да. Но всё равно, ребята, если кто-то выступил на танцах, это не значит, что они будут хорошим хореографом, преподавателем. Смотри, вот я сейчас хочу сказать, что танцор и исполнитель, и педагог — это два разных человека. Они всегда очень крутые танцор, очень крутой педагог. Это и зафиксирую. Как вывод? Запомните и не совершайте ошибок. Разберитесь, кто классно исполняет, а кто классно преподает, если вы хотите дальше учиться. На исполнителя можно посмотреть. Так, ну, чтобы подвести какой-то итог сегодняшнего нашего разговора, у вас есть свой мерч, у тебя в частности там... Можешь показать подписчикам? Да, у нас в студии есть мерч. Вот здесь, например, я придумала такую фразу. Вот и буду жить со своими танцами. Это, знаете, надо с интонацией. Вот и буду жить со своими танцами. Понятно. Вот и будем снимать подкасты. Поэтому мы обсудили уже с Ангелиной, что для того, чтобы замотивировать вас, опять же, писать комментарии, потому что мы обожаем учтать, я читаю все. И плохое, и хорошее. Лучше, конечно, хорошее. Что-то позитивное, мотивирующее. Но вот как раз-таки лично придуманная фраза, фактически. Ну, вряд ли там сочетание слов, да? Придуманное. А Ангелиной у ребят есть свой мерч. И в дальнейших планах, если опять появится мерч какой-то, тишки там, не знаю, свитшоты, майки, придумайте фразу. Можно я скажу? Да, конечно, давай. У меня есть проект Single Ladies. И вот сейчас будет летний кемп. Для этого кемпа мы хотим создать собственную мерч. Вот именно вот примерно с такими фразами. То есть это должно быть связано с женскими направлениями, с женским взглядом, так сказать. Окей. Но мужчины тоже могут писать. Да. Конечно, без проблем. Если вы мужчина, который смотрит наш выпуск прямо сейчас, сидя в кресле на каблуках, go писать мотивирующую фразу. Не обязательно, кстати, мотивирующую. Это что-то будет связано с женственностью. Это может быть какой-то прикол. Прикол. Но желательно какой-то танцевальный. Да. Все-таки. Это должно быть связано с танцами. Да, не надо писать с сайта анекдот.ру, нам приколы, пожалуйста. Я вас очень прошу. Что мы за это дадим? Индивидуальное занятие. От меня. Вау. То есть, ребят... То есть, победитель получит возможность позаниматься со мной индивидуально. Подытожим. Конкурс. Придумайте фразу, которая будет связана с танцами. Возможно, даже вот Ангелина высказала пожелание, чтобы это было что-то с женственным направлением связано. Если ваша фраза будет настолько крутая, что она захочет перенести ее на свой мерч, который будет использоваться в ближайшем кемпинге, пожалуйста, напишите, опустите в комментарии. Это может быть Инстаграм, либо Ютуб. В общем, где вы нас посмотрите, там и пишите. Забирайте индивидуальное занятие с Ангелиной. Все верно? Да. Ой, Ангелина, напоследок. Подытожим тем, что... Скажи на камеру, пользуясь случаем, что-нибудь, что замотивирует людей идти танцевать, либо замотивирует идти тех, кто боится это сделать. И, наверное, вот важнее даже для тех, кто боится сделать вот этот первый шаг, переступить через себя. Я всегда говорю, что самое главное — это просто попробовать. Просто сделать первый шаг, прийти в студию к педагогу. Дальше уже все пойдет по течению. Потому что человек, когда приходит на занятие, он понимает, блин, оказывается, я умею танцевать, оказывается, я могу так делать. Оказывается, это не страшно, а оказывается, это вообще офигенно, весело, прикольно, круто. Поэтому я могу сказать, просто пробуйте. Просто вот попробовать прийти на первое пробное бесплатное занятие. И все. Ребят, пробуйте, ничего не бойтесь. Можно сразу сказать, что у нас в студии, в Эльга-Ата, есть первое пробное бесплатное занятие. Можете пойти к любому педагогу и попробовать себе. бесплатно. Ребят, ну я не знаю, что вам еще надо. За комментарий даем индивидуалке. Нужно просто поднять свою попу с диваном. Просто прийти, найти, написать, связаться. Я думаю, 21 век вы точно не потеряетесь. И если вас вдохновила наш сегодняшний спич, который мы для вас транслировали, то обязательно сделайте это. Если хотите, просто делайте. Ангелин, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Ой, да. Было с кайфом. Все, конечно же, необъятое не объять, но тем не менее. Те темы, которые мы, наверное, смогли затронуть, кому стало интересно, вы обязательно можете загуглить, найти всю информацию, узнать об этом поподробнее и быть как говорится, в теме на все 100%. Ребят, меня зовут Шур Рапе. Это был проект The Code. Традиционно прошу вас в конце поставьте свой лайк, опуститесь в комментарии, тем более, что там конкурс. Не забывайте также подписываться на нас в Инстаграме, в Телеграме, во всех социальных сетях. Ищите. На меня тоже можно подписаться. Это будет не лишним. Ну и не забывайте, что мы выходим. На меня можно? Конечно. И на Ангелину. На Ангелину обязательно. На меня можете не подписываться. И на Эльгата. И на Эльгата. Короче, вся информация внизу в закрепленных комментариях, а также напоминалочка для тех, кто любит слушать в наушниках нас, ездя в машине, возможно. Мы выходим на Яндекс.Музыки. Зайдите туда, тоже подпишитесь и будьте с нами на связи. Всем спасибо, всем пока. Ты в танцах. Ты в танцах. Мы с тобой начали болтать, и мне стало легче. Вот вначале, когда ты начала говорить со своим этим командным голосом, я прям такая в кресло вжалась. Прикинь, я же говорю, у меня с головой не в порядке. Я сижу.